150 тысяч километров пути тяжелейшие испытания для людей и техники фото и кинопроект россия из окна поезда совместно с генеральным партнером оао ржд представил уникальный блиц портрет россии в начале 21 века железные дороги стали нитями связавшими наш рассказ воедино а поезд его основным героем сегодня мы путешествуем по той части северокавказской железной дороги которую принято считать равнинной она простирается от ростова и между речи и дона и кубани до самой прикаспийской низмонсти здесь в донских степях расположилось множество удивительных миров скрытых в речных устьях затерявшихся в маковых и гречишных полях живущих рекой плодородной степью и морем мы увидим одну из самых грандиозных транспортных развязок в необычном ракурсе побываем в тростниковых лабиринтах где теряется граница между водой и сушей попытаемся разгадать секреты донской казацкой вольницы и окажемся наконец в самой тьму таракани по неписанной экспедиционной традиции мы стараемся побыстрее миновать крупные города спеша к местам более уединенных но не в случае с ростовом на дону нас конечно же интересуют и люди и архитектура города называемого воротами кавказа ни один другой город в стороне так объемно и целостно не отображает понятие транспортный узел леса из портовых кранов мощные железнодорожные перекрестки удивительные мосты гигантские склады и пакгаузы чтобы собрать в кадре эти важные части промышленного пейзажа нам придется снимать сразу с нескольких точек порою и весьма неожиданных центром транспортной архитектуры ростова несомненно является железнодорожный подъемный мост конструкции середины прошлого века вокруг него и разворачивается основное действие два раза в день движение пассажирских поездов по мосту прерываются центральная ферма поднимается вверх и в судоходной части реки становится тесно от мощных морских судов больше в россии таких мостов нет бесстрашные ростовские рыбаки расставили свои лодки точно по кромке фарватера несмотря на речную суету они регулярно выуживают из зеленоватой донской воды жирных сазанчиков и чебаков здесь же мы обнаружили что обычно очень удачный городской ракурс с воды в ростове работает далеко не везде и вертолет единственный шанс по-настоящему оценить работу этого грандиозного человеческого перекрестка в полете хорошо видно как люди меняли рельеф этой местности по правому более высокому берегу дона пролужена железная дорога на заливном левом целая цепочка водохранилищ где разводят рыбу и сохраняют воду к засушливому сезону это очень населенная и древняя часть россии народы достаточно массово жили здесь за 40 тысяч лет до нашей эпохи тон вообще одна из самых обжитых и активных наших рек такого бодрого судоходства мы не наблюдали ни на волге ни на амуре бесконечные вереницы самоходных барж и сухогрузов ожидают в этой удивительной речной очереди пока в ростове поднимут железнодорожный мост и путь к верховьям дона и волгодонскому каналу будет открыт на земле картина достаточно резко меняется передвижение больших масс техники уходит на второй план мимо набережных лавируют забитые народом пассажирские катера они везут на левый берег любителей пикников и застолий на природе и все же большая часть ростовчан не спешит покинуть город даже в жаркие выходные немного найдется мест на планете где коренные жители с такой любовью относятся к собственной набережной в нее как будто вливаются главные исторические улицы спуски и ноги сами несут горожан красиво подсвеченному берегу реки в каждом большом городе есть парадная лицевая сторона главная улица но есть какие-то потаенные места где вершаться тайные городские дела и помыслы все мы знаем что в москве таким местом свое время была хитровка в питере лиговка а например в нижнем новгороде знаменитая скоба так вот в ростове это богатяновский спуск или знаменитая богатяновка место где испокон веку собиралась воровская элита роль ростова в общекавказском железнодорожном движении определила и вкусы местного криминала в чести были воровские специальности связанные с поездами и вокзалами сейчас это лихая слава ростова в прошлом и большинство встреченных нами людей поражают готовностью общаться на самые разные темы с каким-то неутомимым жизнелюбием некоторые девушки одеты просто отчаянно субботний вечер в парке культуры южном городе что может быть лучше для истомленных дальней дорогой железнодорожных путешественников мы впадаем здесь фотографическую эйфорию вообще в ростовских зонах отдыха можно найти немало любопытных вещей ох хорош а ты смотри а потрясающий но то что мы обнаружили в глубине знаменитого парка имени островского удивило нас немало повидавших за время поездок по россии вот это да вот этот сюрприз в лесу это единственный на всю страну действующий находящийся на ходу узкоколейный паровоз немецкого производства послевоенного сорок восьмого года единственный их было три остался всего один такой на всю россию практически во всех дальних экспедициях участникам проекта россии из окна поезда совместно с генеральным партнером оао ржд встречались десятки разных узкоколеек мы испытали почти все виды узкоколейного подвижного состава и путешествие по сохранившимся маленьким дорогам стало любимым экспедиционным хобби но столь почтенный по возрасту до тому же такой миниатюрный локомотив участники проекта увидели впервые причем паровоз ходовой он и выглядит так словно только вчера начал таскать вагоны на этой удивительной ветке абсолютный восторг это то чувство которое вызывает паровоз даже у нас взрослых сейчас в 21 веке можно себе представить какое чувство железная дорога вызывала у тех людей которые впервые в истории человечества с ней столкнулись дорога существует уже более 70 лет за это время она приросла разъездами станциями регулярными рейсами и депо с современным подвижным составом но поезд под паровозом самый главный аттракцион этой маленькой магистрали пользующийся бешеной популярностью и не только у детей техника какая беру лопату да взял так откуда отсюда много ну вот так вот да стенку куда вот так вот и закрыл да ну давай еще кину так из ростова наш поезд направляется к югу в долины двух знаменитых российских рек купани и дона и первое на что сразу падает взгляд это невероятное обилие воды обширные заросшие камышом лиманы подходят почти к самой насыпи а на горизонте уже сверкают на солнце просторы азова это территория плавен настоящих тростниковых джунглей с большим количеством тайных водных дорог при впадении в азовское море полноводное течение дона распадается на множество протоков и рукавов образуя мощную заболоченную дельту 200 лет назад эти места были частью османской империи и управлялись сиятельной портой знаком ее могущества здесь стала прибрежная крепость азак защищавшие крым и северную анатолию от опустошительных набегов казацких ватак это место такое безмятежное как будто потерянное теперь во времени видела гораздо более кровавые времена если бы мы с вами попробовали изобразить историю азова в анимационном кино с компьютерной графикой и сжать историческое время то оказалось бы что город много раз быстро быстро исчезал бы до самого основания и потом поднимался бы вновь такой бурной была его военная история это старейший казачий город интересный факт из его жизни что когда казаки предложили ивану грозному свой город просто так за здорово живешь иван грозный отказался не хотел проблем с турками настолько лихое это было место мы сейчас выйдем в дельту дона в те самые протоки откуда казачки на своих чаечках вылетали в открытое море и доходили до самого константинополя цареграда у казалось бы тихого азова обнаружилось бурная портовая жизнь он расположен на судоходном гирле дона и огромные караваны транспортов под разными флагами проходят вдоль берега с интервалом не больше пяти минут их очертания и шум настолько привычны что не пугают диких цапель и уток слетевшихся к большой воде из дальних уголков плавни и так мы идем в кильватор нам строю с танкером из санкт-петербурга я только что снял групповой портрет его команды вот этой камеры огромные корабли хорошо выглядят в кадре но столь интенсивное судовое движение в азове отодвигала нашу мечту оказаться в знаменитых тростниковых лабиринтах и нам придется предпринять целое железнодорожное путешествие чтобы увидеть настоящие дремучие плавни ветка по которой движется наш поезд хорошо знакома тем кто любит своеобразный азовский отдых местами она тянется прямо по песчаному побережью этого мелкого и очень теплого для наших широт моря от главного пути отходят тупиковые ветки ведущие к курортным городкам название которых почему-то вызывают острые ностальгические чувства темрюк есть приморск ахтарск прибыли в город ейск это тупиковая ветка как мы любим мы укрорлись в азовское море это такой своего рода затерянный мир здесь работают моряки рыбаки отдыхающие специальный круг людей в основном занимающийся виндсерфингом и кайтбордингом наступила часть года когда местные жители уставшие после сумасшедшего лета вновь приходят полюбоваться морем здесь у нас появляется достаточно редкая для россии возможность снять поезд с большой воды локомотив ответьте нам павел вы движение начали я думаю что можете прибавить вы увидите в море по вашему левому борту небольшое судно это мы купальный сезон в сентябре завершается зато начинается время экстремалов которых привлекают порывистые ветра середины осени удивительно как азовская вода которую кое-кто и морем то не считает пришлась по нраву любителям кайтинга серфинга и прочих головокружительных способов скользить по волнам так они и катаются тут на перегонки с поездами идущими прямо по береговой линии вот такие приятные сюрпризы готовит нам железная дорожка в конце полузабытой ветки очаровательное здание вокзала дореволюционной постройки название его ахтари восходит к очень давним временам это название ногайской крепости ахтар бахтар который находился на этом месте потом тут были суворовские укрепления старая казачья станица рыболовецкие промыслы в любом случае это очень интригующий водный мир который мы сейчас и отправимся но собирались как-то сюда выходить сюда входим вот выйти проходим и и туда дальше заходим если надо чем нам надо то что касается съемки нам нужна просто природная съемка ландшафтная это будет больше под закат даже когда солнце пониже в лихие годы целые казацкие флотилии прятались в протоках при азовья густо заросших тростниками плакучий ивой и рогозом местные плавни были для воинских людей и станции и крепостью а тех далеких временах напоминают название ериков и гир по которым пролетает наш катер свиной пятачок большая каланча волокуша мериновая существует целая система каналов и проток и разобраться в ней способны лишь самые опытные лодочники плавни дают приют великому множеству всяческой живности для рыб нерестовые омуты и ямы для птицы места массового гнездования среди заломов проложены кабаньи тропы а камыш шумит и колышется от обилия мелкого зверя птицы и рыбы здесь кипит жизнь скрытая от досужих глаз высокой стеной тростника что давно мы хотели перевести экспедицию на подножный корм вот в данном случае на подводной он она кипит вода ухты до этом мелюзга га это окунь гонять надо это окунь хищный гоняет всякую мелочевку а нам надо взять самого окуня смотрим опа вот они вот они папа один в лодке а сам себя поймал сейчас сейчас уже через пару сотню километров на юг от устья до зона рельеф начинает существенно меняться камышовые бухты и гладь лиманов теперь чередуются с обильными солончаками растения которыми прорастает это казалось бы бесплодная земля настолько необычны что больше похожи на инопланетные формы жизни хотя и носят самое простонародное название солянки за полосками высаженных вдоль дороги тополей все чаще проглядывает море насколько хватает глаз причем у пассажиров поезда есть единственная в своем роде возможность наблюдать по оба борта сразу два моря черная и азовская древняя тамань еще один великий перекресток народов проходившие здесь древние племена называли ее каждый на свой лад матрега мама тарха сам кекарц и знаменитая тму таракай это земля тучных полей и обильного земледелия наш поезд словно оказывается в фруктовом раю на дороге петляющие между цветочными полянами бахчами и в сентябре воздух проникается запахами выгоревшей степи молодого вина и сочных таманских яблок и этот хмельной аромат витает над всем полуостровом хорошо оказаться на безлюдной станции охватывают такие ностальгические настроения здесь чувствуешь себя как будто на странице старого советского журнала огонек 50-х годов именно тогда когда строился вокзал старой титровки архитекторы в те времена подражали классицизму и поэтому здесь такое ощущение что оказался старинной усадьбе слегка заброшенной станица старо-титоровская самое крупное в этих местах казачье поселение запорожские и донские казаки пришли на полуостров в конце 18 века в числе первых десяти сел возникших на месте бывших турецких владений была идти таровка ставшая в начале 20 века старый с тех пор местные жители переселялись редко и неохотно вот здесь в тамане даже ветхость обладает обаянием очарованием и дыханием времени и здесь остались традиционные в нетронутом виде в нетронутом стиле казаческие поселения настоящие станицы дома улицы выверенные как по линеечке и все это обладает каким-то удивительным шармом и очарованием как на картинке из книжки все всем спасибо съемка закончена да 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 все здесь сразу погружаешься в особый мир он может быть можно о нем сказать что он обладает каким-то чувством собственного достоинства и таким традиционным укладом казачьей жизни здесь удивительно выдержанный стиль домов выдержанные цвета которые напоминают даже чем-то средиземноморские здесь много белого много синего и все очень тщательно покрашено и видны дома со старой архитектурой иногда даже попадаются дома крытые соломой до сих пор путешествуя по полуострову поневоле сравниваешь свои визуальные ощущения с знаменитыми лермонтовскими описаниями раскаленные пыльные мазанки когда-то вызывавшие у поэта скуку обросли цветастыми палисадниками и нарядными крышами да сама тамань уже далеко не самый скверный приморский городишко россии и только глинистая береговая стена с высоким обрывом похоже так и не изменилась с тех пор она как и прежде изрыта норами тайными лазами и гротами и хранит в себе немало удивительных вещей о вот эта находка и казалось бы совершенно случайно собственно мы идем берегом моря в тамане рассказывать про михаил юрьевича лермонтова и вот какой прекрасный объект это окаменелость отпечаток может быть это плавник древней рыбы может быть еще что-то но это точно организм который жил в море много миллионов лет назад море размыло глинистый обрыв вот это песчаник вышел вышел на поверхность сожалению все это проживет не больше года море заберет обратно своего древнего обитателя здесь на берегу керченского пролива и заканчивается наше сегодняшнее путешествие пожалуй впервые за всю экспедицию мы прошли намеченный маршрут и поездом и водой это был серьезный опыт взаимодействия видов транспорта двух разных стихий суши и море проведенный участниками экспедиции совместно с нашим генеральным партнером оао ржд короткая поездка от которой мы поначалу не ожидали слишком многого стало и приключением и открытием близким знакомством с удивительными мирами нашего приазовья и и и и и и и Продолжение следует...